День выборов Сегодня в студии Григорий Милканьянс, Движение «Голос», Александр Бродц, председатель коалиции «Честный выбор», Дмитрий Нестеров, Движение «Наблюдатели» «Сонар». Веду передачу сегодня я, Кристина Горелик. А вопросы гостям можно задавать по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Хочу также напомнить нашим слушателям и зрителям, что 8 сентября состоятся выборы почти во всех регионах России. Выборы различных уровней, но самое большое общественное внимание, как мне кажется, уделяется выборам губернатора Подмосковья и мэра Москвы. Но перед тем, как мы об этом поговорим поподробнее, я хотела бы дать... Святослав Леонидов подготовил опрос на тему, опять же, как не дать себя обмануть и как можно сделать выборы честными. Давайте мы послушаем, что говорят обычные люди на улицах Москвы и продолжим разговор. Как ты думаешь, выборы честные? Выборы? Нет. А почему нет? Почему нет? Ну, потому что не может... все время опережает примерно одни и те же люди. Такого не может быть, что всегда идут впереди одни и те же. А почему Собянин так впереди? Ой, ну я сейчас наговорю против Собянина, он меня найдет и пристрелит. Нет, я боюсь. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы выборы мэра Москвы были честными? Проголосовать. Всем, во-первых, пойти проголосовать. Каждый за того, кто больше нравится, кто больше обещает. Обещать все могут, но на самом деле все решает, сами понимаете. Решает все, кто наверху. Решает, олигархи решают. Надо быть честным. Кандидатов поменять всех. А чем? Эти кандидаты нечестны. Давно в политике очень. Но просто люди, те, которые очень давно в политике, честных игр быть не может. Ввести графу против всех. Больше наблюдателей. Которые на участках есть наблюдатели, которые от каждой партии есть же наблюдатели. Ну, я думаю, скорее всего, что здесь нужен честный народ. Претенденты не должны пользоваться уже свидетельствами в отношении других претендентов, а быть совершенно объективными. Ну, самим гражданам быть честными. Я думаю, что все выборы будут честными у нас. Ну, будут стараться. Ну, сами же людям, это же нам выгодно. Вам выгодно, молодым, правильно? Все, спасибо большое. Не пустили достойных кандидатов, которые могли бы конкуренцию составить Собянину. Вот и все. Я не знаю даже, ну, может быть, пускай каждый имеет свое мнение и голосует, как ему хочется. Ну, в общем-то, перед тем, как приступить непосредственно к беседе, давайте разберемся, потому что существует множество разных движений, альянсов, коалиций и за честные выборы. Один альянс включает в себя четыре сообщества, как я понимаю, да? Это движение в защиту прав избирателей «Голос», проект «Гражданин-наблюдатель», общественный проект «Росвыборы» и общественное движение наблюдателей «Сонар». Да, представителем которого вы, Дмитрий, являетесь. Вторая называет себя коалицией наблюдателей, куда входит Общественный совет «Честный выбор». Да, это вот вы, Александр. Ассоциация «Гражданский контроль» и рабочая группа Общественной палаты России по контролю над избирательным процессом. Была еще какая-то непонятная история с корпусом за чистые выборы, который в 2012 году... ...за чистые выборы, да, но... ...за чистые выборы, да, но... ...в ряде регионов, уже сформировали группы, сейчас идет обучение наблюдателей, я думаю, они будут работать в большинстве субъектов. В прошлом году он как раз набирал наблюдателей на президентские выборы для кандидата Владимира Путина, при этом вот в пресс-релизе корпус назвал членов коалиции прокремлевскими наблюдателями и сообщил, что не войдет в нее. То есть вот какая-то непонятная история там произошла, вы не знаете, дайте подробности. Я не знаю, так сказать, я не сторонник этих ярлыков, я считаю, чем больше этих коалиций, чем больше поэтов хороших и разных, тем лучше. Вот, ну вот, с одной стороны, все-таки Альянс называет коалицию прокремлевской структуры, которая занимается одобрением инициативы власти, а коалиция в долгу не остается, как я понимаю, называется, соответственно, Альянс оппозиционно настроенными наблюдателями, что не является независимыми наблюдателями, как вот вы себя позиционируете. Кто первый вот начнет говорить, вот давайте по очереди я вам дам слово. Григорий, вот вы считаете коалицию имитационной структуры, да, для оценки выборов, собственно говоря, ранее? Здесь нужно смотреть на то, из кого это все, эти все организации состоят. Допустим, там Совет Честный, там Выбор, там есть представитель Высшего Совета партии Единая Россия, это Дмитрий Орлов, там есть представитель там холдинга, там Известия, это Мамонтов и так далее. То есть, ну вот люди, которых нельзя назвать, что они там, это неплохо, они там придерживаются какой-то там позиции, но говорить о том, что это независимая структура нельзя. Более того, очень сложно понимать, за счет каких средств эти все структуры финансируются, потому что это неизрегистрированные организации, то есть у них нет счета в банке, и как бы непонятно, вот они там обвиняют организации некоммерческие, что они из Запада финансируются, да. Но это все открыто, это все через счета, это все, ну, когда было финансирование зарубежно, все это проходило, все могли там увидеть, и никто это не скрывал. Здесь же, как бы, к сожалению, все это очень непрозрачно. Но я с Александром Семеновичем соглашусь в том, что чем больше разных организаций существует, тем больше есть разных мнений, позиций, и пусть будут там пробластные какие-то организации, там пусть будут организации, которые представили гражданское общество, как бы с точки зрения того, как это назвать, оппозиция, не оппозиция, ну, может быть, в какой-то части это есть оппозиция к тем нарушениям, которые происходят, потому что это не нравится, и мы не готовы с этим мириться. И состав участников наблюдательского движения, он очень разный и разношерстный. Есть действительно люди оппозиционно настроенные, есть люди, которые так или иначе, как бы, ну, все устраивает, но хотели бы там, чтобы выборы проходили более прозрачно и честно, там их что-то возмущает, то есть разный состав. Я думаю, что, конечно, цель нашей встречи сегодня это прежде всего поговорить о ситуации, о нарушениях, о проблемах законодательства, о ситуации в регионах, не действительно заниматься, так сказать, наклеиванием ярлыков. Я, так сказать, считаю, что если в коалициях будут и представители, так сказать, разных партий, представители разных СМИ, ничего в этом страшного нет, и нужно смотреть просто по сути организации. Чем они занимаются, так сказать, совет, честный выбор. Ну, про финансирование тоже интересно, откуда известно. Гражданский, так сказать, контроль, сейчас очень много выезжают в регионы, мы проводим встречи с избиркомами, с представителями различных партий. Для нас важно это выявить, какие есть претензии, какие есть жалобы в избиркомы, насколько активно, адекватно избиркомы и правоохранительные органы реагируют на эти возможные нарушения. Ну, а что касается финансирования, во-первых, у нас, так сказать, законодательство допускает ассоциации без образования юридического лица, ничего тут страшного нет. А финансирование, ну, не знаю, так сказать, есть налоговая инспекция, которая прежде всего этим, так сказать, должна интересоваться. Финансирование самое разное, так сказать, это и пожертвования граждан, это, так сказать, и различные гранты, поэтому, ну, зачем, так сказать, нам, так сказать, вот одно и то же, так сказать, говорить постоянно. Давайте вот лучше о деле, о ситуации, о выборах. Нет, они не всегда приятные, но, тем не менее, я считаю, что вот это основная тема нашей беседы. Хорошо, позвольте, все-таки, Дмитрий, я все-таки спрошу, откуда у него финансирование на движение Ассанар? Вот как вы работаете? Как волонтеры? Мы полностью на самофинансирование, мы даже, ну, не привлекаем, как бы, общественное финансирование, не рекламируем наши английские кошельки. Наша деятельность, она достаточно простая, движение объединяет большое количество именно самих наблюдателей. Вот, собственно, эти, почти все эти наблюдатели могут сами свою деятельность финансировать и помогать в какой-то организационной деятельности, которая достаточно простая. Нет, почему? Ну, смотрите, мы в основном занимаемся выездным наблюдением, да? Ну, чтобы выездное наблюдение осуществить, надо все-таки иметь хоть какие-то средства машины, бензины. Мы в Владивосток еще не ездили, но, как бы, в центральном регионе мы очень часто бываем, и билет на поезд на машину, в принципе, оплатить бензин. Такие средства у большинства есть, у кого нет, он может присоединиться к товарищу, значит. Ну, а остальная трата, это в основном какая-то распечатка каких-то стандартных материалов, которая тоже не очень велика. Но у альянса же есть все-таки какие-то средства? Ну, смотрите, если брать продвижение голоса, к сожалению, вот... Извините, сейчас мы закончим с финансированием, просто это интересно. Ну, давайте закончим эту тему, чтобы, может быть, и зрителям тоже это интересно, но так как вот остация голоса, деятельность была приостановлена, мы решили действовать таким образом. Мы создали движение «Голос» по принципу, как ни странно, общероссийского народного фронта. Вот они все эти годы действовали без образования юрлица, как вот Александр Семенович говорит, что вот как бы они действовали без... Вот мы взяли эту форму, по закону общественных объединений такое право есть. Но организация не может иметь собственность, не может иметь банковских счетов, если нет юрлица. Но при этом участники, как сказал Дмитрий, имеют право как бы поддерживать деятельность этой организации, то есть иметь там, собственно, Яндекс.Кошелек собирать деньги и самостоятельно распечатывать там методические материалы, покупать билеты там и так далее, там снимать какое-то помещение для проведения тренинга. Мы сейчас вот от движениями таким образом действуем. Но при этом мы сейчас занимаемся созданием фонда «Голос», который будет привлекать, аккумулировать именно такие средства... Благотворительного фонда. Ну, условно, благотворительного фонда, который будет аккумулировать денежные средства от уже бизнеса, от граждан в более таком больших масштабах. Вот, и будем надеяться, что этого нам будет достаточно для активной работы как раз вот на протяжении всего периода до федеральной кампании. Александр, вот на форум коалиции Вы же «Голос» приглашали, они не пришли. Почему, как Вы считаете? Я не знаю, я не могу говорить за других людей, но у нас были представители и гражданина-наблюдателей, и Сонара, и Альянс, значит, корпус наблюдателей за честные выборы, и еще были, так сказать, другие, «Российский фонд свободных выборов», и «Российский институт избирательного права», и «Гильдия российских адвокатов». То есть, ну, порядка где-то 30 организаций. Мы открыты абсолютно для всех, кто, естественно, так сказать, хочет работать, хочет сотрудничать, кто имеет опыт в этой работе. Мы также и со студентами работаем. У нас есть специальные методисты, которые готовят наблюдателей. Сейчас вот, в частности, в Башкортостане, в Москве, в Воронежской области. Мы начинаем просто готовить наблюдателей, знакомить с законодательством, с механизмами наблюдения. Поэтому, ну, кто хочет с нами сотрудничать, мы, так сказать, только за. А почему не пришли? Ну, знаете, к сожалению, вот, как бы, несмотря на то, что мы открыты ко всем, опыт взаимодействия вот с коллегами вот в таком, как бы, направлении, которые работают, это очень тяжелый и очень непростой. Потому что, к сожалению, такие мероприятия, они проводятся с целью принятия в конце каких-то деклараций и каких-то документов, чтобы потом в СМИ осветить. — Совместно, да? — Совместно, да. Чтобы все приходят, совместно что-то якобы должны подписать. Хотя цель-то не в подписании документов, знаете, это бюрократическая такая вот система, когда вот надо что-то подписать. — Вы же не были на мероприятии, не знаете, о чем человек. — Но вы подписывали какой-нибудь документ, вот скажите. — Да, у нас подписывался меморан, но не в этом же, не это же была основная задача. Главное — обсудить ход кампании, так сказать, нарушение проблемы, оценку хода. — Согласен, но цель в том-то... — Это не является сверхзадачей. Вот вы, мне кажется, какой-то создали себе вот стереотип относительно вот некоторых организаций, и как трафарет его везде, так сказать, используете. Вот давайте, так сказать, делом заниматься. — Я за делом, мы как раз делом-то и занимаемся. — Не смотреть, так сказать, сквозь какие-то, так сказать, шоры. — Ну, хорошо, коллеги, ну я просто хочу сказать о том, что взаимодействие вот с такими организациями, оно, ну, к сожалению, не то что не приносит пользу, иногда просто вредит. — Кому? — Ну, в целом, как бы, самому процессу. Потому что у людей складывается впечатление, что существует масса организаций, там, наблюдателей, которые действительно там проконтролируют выборы, что все как бы честно, что все хорошо, как все рассказывают на этих мероприятиях под камеры центральных телеканалов, что, значит, все у нас проходит прекрасно. Ну, там, есть проблемы, оппозиция вот только вот только у нас нарушает законодательство, а так в целом все замечательно. Честно говоря, ну, просто тошно на такие мероприятия ходить, и там постоянно говорить одно и то же. Ну, это просто невозможно, мы это делаем Голосу 13 лет, и с Российских фондовых свободных выборов пытались сделать коалицию. Там у нас был такой большой координационный совет, из которого Голос вынужден был выйти, там, несколько лет назад. То есть это очень долгий процесс, почему мы к этому пришли, и почему нам очень тяжело взаимодействовать с такими организациями. Я не говорю, что они не могут, как бы, существовать, пожалуйста, как бы, мы только за, но взаимодействие... Мы никого не волим, кому-то тяжело. Вы только за. С одной стороны, вы говорите, что это вредно, а с другой стороны, говорите за. Я говорю о том, что мы не можем тратить на это время и, как бы, заниматься вот тем, чтобы высиживать, как бы, на этих, вот таких, знаете, советских мероприятиях, где там, значит, доклады, там все это там говорят, подписывают меморандум, как бы, все прекрасно. У нас сейчас очень много работы, мы занимаемся обучением, занимаемся, как бы, непосредственно, как бы, в поле вот этой деятельностью. Такие мероприятия, может быть, важны, но вот такой формат... У кого что в рукаве, сейчас вот я у каждого спрошу по поводу всяких разных интересных вещей. Сейчас, а можно, чтобы я тоже включился в дискуссию, в отличие от Григория, я не так погружен в дела вот других наблюдательских объединений, но только слежу за... Но она все-таки ходила. Ну, я как член Санара вообще ничего не знал о... Ну, был ваш представитель, да. Кто? Нет, ну, у нас участников много, у нас движение бесчленства, поэтому многие, кто разделяет устав движения, могут считать себя участниками движения Санар. Вот, поэтому вполне возможно, что кто-то... Могут ходить еще куда они заходить. Да, и посещал. Вот мы, как представители Санара, были не в курсе, к сожалению. Вот в связи с этим обсуждается взаимодействие, а не очень понятно, на какой почве оно могло бы быть для меня. Значит, ну, я знаю, чем занимаются мы, чем занимаются коллеги вот по альянсу независимых объединений, а вот что в Москве делает коалиция наблюдателей? Есть широкий набор наблюдателей, их обучение, и вот, честно говоря, в информационном фоне... Приходите, мы вам расскажем и покажем. В общем, опередили. Может быть, в регионах в основном как-то это деятельность... Я как раз хотела задать вопрос, у кого... По всем регионам, что есть. Вот у Голоса, я знаю, сейчас они открыли карту Вики Уики, да? Похвастайтесь. Ну, да, сегодня открыта всероссийская база избирательной комиссии. Интересно, можете зайти, найти свой избирательный участок, посмотреть состав, это викиуики.орг. Последить там за... Последить за комиссией, да. Ну, то есть, ну, стараемся. Ну, пусть Сан Семенович ответит, хочется как бы дать чек. Давайте, Александр, включайте, что у вас есть? Ну, что мы делаем, так сказать, вещи, которые уже, ну, где-то в течение шести лет. То есть, это мониторинг, это и открытых источников, это и мониторинг наших представителей. Мы это кто? Коалиция же только недавно была сформирована сама коалиция. Дело в том, что вот гражданский контроль, например, вот я сейчас, в частности, говорю о гражданском контроле, о Российском институте избирательного права, Российском фонде свободных выборов. То есть, мы уже работаем вместе порядка семи лет. То есть, это мониторинг ситуации и по СМИ, и по сообщениям наших представителей в регионах. Это и изучение опыта работы с жалобами избирательных комиссий. И в этом году мы ведем мониторинг сайтов областных избирательных комиссий, информация о молодежи, информация о программе «Доступная среда». То есть, нам это очень важно, как в регионах оборудованы участки, в частности, для людей с ограниченными физическими возможностями, колясочниками, для людей с ограниченными возможностями по зрению. Это заявление в связи с нарушениями, в связи с какими-то вопиющими инцидентами. Например, в ряде регионов были совершены нападения на кандидатов, поджоги автомашин, даже доходило до таких физических побоев. — Что делали? Ну, помимо заявления? — Мы делаем заявление и обращаемся в органы прокуратуры, в правоохранительные органы. — Довольте до конца, отслеживайте потом? — Ну, я могу сказать, просто по прошлым годам нам удавалось предотвратить подкуп. В частности, в Подмосковье наши представители в день голосования предотвратили подкуп. Потом в ряде регионов, в связи с тем, что члены участковых комиссий переписывали протоколы, нам удалось добиться административного производства, и люди были оштрафованы. Я не могу сказать, что нам удается как-то переломить весь ход кампании. Это действительно очень сложный процесс, и масса участников избирательного процесса, и комиссии, и партии, и люди, и СМИ, в конце концов. Но мы стараемся, так сказать. Ну, а сейчас у нас идет работа с наблюдателями, то есть подготовка наблюдателей, в том числе и в Москве, в Московской области. Мы сейчас очень плотно работаем с Российским Союзом молодежи, который тоже вошел в нашу коалицию, и будем, так сказать, подключать и их, в том числе. Ну, а что еще могу сказать? Это и сайты наших организаций, где мы тоже помещаем различную информацию. Это и планируемая встреча в Генеральной прокуратуре, которая выпустила сейчас специальное распоряжение о создании рабочих групп из прокуроров в регионах. И вот недавно я был в Екатеринбурге, встречался с исполняющим обязанности прокурора города и именно с сотрудниками этой рабочей группы. Мы обсуждали ход компании, нарушения, проблемы. Ну и как настроение? Ну, я вижу, что готовы были, так сказать, работать, и мы их состыковали там с нашим представителем из корпуса наблюдателей за честный выбор. Они будут работать ВКонтакте, прокуроры готовы получать информацию о нарушении. В частности, вот мы дали там информацию о том, что были такие звонки, ну, так их называют звонки, формирующие мнение. То есть были негативные звонки в адрес кандидата Ройзмана, то есть там звонили. Куда звонили? Гражданам, причем в ночное время. И говорили, не голосуете за Ройзмана? О том, что кандидат этот был, так сказать, в свое время судим. Вот мы попросили прокуроров разобраться, откуда ноги растут. Судим или нет, или нет? Нет, ну, кто это делает, кто это звонит, почему влияют, так сказать, на мнение, так сказать, избирателей. Вот, еще там были случаи попыток подкупа в различных районах. Сколько предлагали, не помните денег? Интересно, ведь я все о деньгах. О деньгах, вечный вопрос. Не помните сколько? Сумму не помню, но информацию мы все передали, так что надеемся, прокуратура будет проводить проверку. Сотрудничаете с прокуратурой в этом направлении? Ну, смотрите, у нас есть хорошие примеры, например, такие примеры, как в Омске, допустим, в прошлом году летом ездили, у нас были совместные пресс-конференции с полицией, не с прокуратурой, правда, с полицией городской, достаточно эффективно взаимодействовать в день голосования. То есть, если не планируется каких-то серьезных нарушений, они, в принципе, идут на контакт с независимыми организациями. А если вдруг серьезные нарушения? А если планируется, то тут уже, к сожалению, мы находимся уже совсем на разных сторонах поля иногда. Поступают звонки, почему? Вот, иногда удается как-то там направлять материалы, чтобы они там реагировали, но поймите, что это тоже такие достаточно вертикальные структуры, и у них там могут быть свои указания. Либо не вмешиваться в процесс, который происходит, либо там вмешиваться там каким-то образом. Очень сложно, потому что мы-то что можем? Мы можем донести, вот там, подать какие-то материалы им. Они, соответственно, должны как-то реагировать. Как они на это реагируют, это уже вопрос их собственной подчиненности. Если есть возможность на них выходить как бы через федеральные структуры, может быть, так больше шансов, как мы знаем, сейчас многие такие достаточно яркие, такие отмены регистрации кандидатов или нерегистрации через ЦИК, через федеральные как бы структуры удается отбивать. То есть, на местном уровне это, ну, как бы все, табу, невозможно. Сейчас там в Рязани там восстанавливают. То есть, а через ЦИК можно это попытаться вернуть. То есть, еще и существует региональная вот эта специфика. У вас же тоже богатый опыт наблюдения за выборами. С чем сталкивались? Ну, вот тут тема правоохранительных органов, да, упоминалась. Мы с ними очень плотно и взаимодействуемы все плотнее и плотнее со временем. В основном в формате подачи, ну, каких-то заявлений, да, жалоб после или во время, в день проведения выборов, к сожалению, приходится так взаимодействовать. В выездных наблюдениях это, ну, фактически неизбежный путь, потому что часто сталкиваемся с ситуацией, когда система избирательных комиссий не реагирует позитивным образом на какие-то замечания, которые делаются. Сами столкнулись? Конечно. Ну, так расскажите, с чем столкнулись? Ну, какой из случаев, да, рассказать? Какой из них, да? Первое, все-таки про себя не очень хочется говорить, потом, наверное, расскажу. Вот первое большое взаимодействие именно участников выездного наблюдения со следственными органами, там, следственный комитет районный и прокуратура, это было в небезызвестном выезде в Касимове, да, где была... Рязанской области. Рязанской области в прошлом году, прошлым летом, уже больше года назад, вот, где была вскрыта приехавшими наблюдателями система массовых фальсификаций, вот, причем были очень много и видеоматериалов и задержанных бросчиков, то есть много фактического материала, да, который можно было предъявить. К сожалению, полиция не очень рьяно бралась за расследование дела, то есть пришлось жаловаться отчасти и на действия полиции, потом. Было подано тогда много исков, я сейчас уже не помню, значит, количество, но это действительно было первое массовое вот такое использование, то есть взаимодействие с правоохранительным органом. С тех пор, как бы люди... Ну, вот, пожалуйста, извините, что перебью недавний случай взаимодействия с правоохранительным органом, когда болгаркой там взломали двери. Ну, это немножко не касается самого наблюдения, да, это рамки предвыборной кампании, да, и это кампания одного из кандидатов, взаимодействие его. Ну, тоже, между прочим, взаимодействие с правоохранительным органом. Это все очень интересно. Были и более интересные взаимодействия, сейчас тогда упомяну, был очень громкий выезд в узловую Тульской области недавно. Недавно. Это было в марте, если я правильно помню, в начале марта. Да, это получило освещение, то, что там происходило на федеральном уровне. Там даже, к сожалению, органы правоохранительные проявили себя ужасным образом, потому что, во-первых, было со стороны полиции противодействие, активное противодействие, и системное активное противодействие наблюдателям, независимым контролерам. Прокуратура в день голосования отказывалась вообще реагировать, и потом просто перестала, наверное, на звонки с московских сотовых телефонов отвечать. И последующий, это тоже результат этого выезда, произвел массу подачи исков, заявлений. К сожалению, до сих пор идет волокита в основном. — Так вы вступайте в коалицию, если есть там такой ресурс взаимодействия с правоохранителем, вступите и будете резерву и жаловываться. — Да, это не на личной идее. — Вы будете сразу звонить и говорить. — Вы не должны питать и люди, потому что встретиться, конечно, можно. Поговорить, конечно, можно. Потом все уезжают, потом как бы настает день голосования, и все так, как это нужно происходит. Правоохранительные органы, они на самом деле могут оказывать очень серьезное воздействие на выборы, если захотят. Потому что, во-первых, на каждом избирательном участке находятся полицейские. На каждом избирательном участке полицейские. Более того, бывает так, что дополнительно к ним еще квартируются еще какие-то там представители неких органов, там МЧС и там все что угодно. Бывает, что там достаточно серьезная такая группа находится. И только они занимаются, например, тем, что удаляют из помещения для голосования наблюдателей. То есть писатель комиссии показывает команду ФАС, и полицейский, там, имеет он на то право, не имеет, если у него письменное мотивировано решение комиссии, нет, он, допустим, примет решение выгонять, не выгонять. То есть от них очень многое зависит, потому что они имеют право применять силу, воздействие к контролерам за выборами. И, в частности, если брать Москву, очень важно, какие установки здесь будут даны в Москве. Потому что заканчивается голосование 20.00, и очень любят, что дальше. Под любой личиной наблюдателей выставить на улицу и начать подсчет при закрытых дверях. Или же нет, потому что полиция, она играет роль. У нас даже есть специальная методичка на сайте размещена, цитатник для полицейских. Потому что четко достаточно регламентированы права полиции на этом участке. То есть он должен, полицейский, по сути, поддерживать общественный порядок и пресекать, если есть какие-то там нарушения. Но при этом он самостоятельно не может удалять наблюдателей, принимать решения по таким каким-то действиям против контролеров. Представитель комиссии должен собрать всю комиссию, коллегиально проголосовать, если есть основания для удаления, допустим, наблюдателя, принять мотивированное письменное решение, дать копию самому удаляемому. И полицейский на основании письменного решения аккуратно припровождает его там за помещение для голосования. Иначе, как бы, получается, что полиция вмешивается в процесс, и я надеюсь, что в Москве такого не будет. А вы, как считаете, будет много нарушений на выборах мэра Москвы? Ну, трудно-трудно прогнозировать. Пока я вижу настрой исполняющего обязанности мэра, в общем-то, на хорошие прозрачные выборы. Вы с обеимными имеете? Да, да, было сделано много, и его, по крайней мере, так сказать, чисто риторика, да, о запрете, там, так сказать, неиспользования автобуса, там, подвоза муниципалов. Вы крусили имеете в виду? Использование, да, административного ресурса, использование веб-камер, там, помощь кандидатам, там, в сборе, так сказать, подписей, допустим. А, вы про Алексея Навального, который... Муниципалов, так сказать, да, да, ну, я фамилии не называю, чтобы не создавать рекламу. Ну, в общем-то, какая же реклама, мы всех назовем поименам. Да, вспомним всех поименно. Вот, ну, и мне кажется, что, в общем-то, ну, хороший такой тон, как бы, задан, да, и вот будет общественный штаб работать по контролю за выборами. И большое количество... Общественный штаб будет где? В общественной палате будет? Ну, насколько я знаю, рассматриваются различные точки, то есть, общественная палата Москвы, там, Красный Октябрь. Но я знаю, что будет курировать Алексей Венедиктов и будет приглашать разных, так сказать, представителей организаций. Ну, естественно, так сказать, город большой, так сказать, да, могут быть, естественно, проблемы, там, с недопуском наблюдателей, там, могут быть, не знаю, какие-то разные, там, попытки агитации в день голосования. Ну, можно прогнозировать, но лучше все-таки посмотреть по реальным фактам и действовать в зависимости от... Я говорю, что у нас очень давно звонок уже от слушателей. Давайте все-таки дадим, а то я никак не успеваю. Да, давайте мы послушаем. Только представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, вы со мной разговариваете? Да, да, с вами. Представьтесь, пожалуйста. Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловской области. Не Кировоград, а Кировоград. Вот я хочу сказать свое личное мнение насчет, там, бойкота выборов, там, не бойкота. Вот я лично считаю, что если у тебя есть адпат, если у тебя есть право проголосовать, ползи, ползи собака хоть на корячках, это, как говорится, а кто там фальсифицирует, кто там кого-то обманет, не обманет, то Бог свидетельств, понимаете? Бог свидетельствует. У него своя книжка. Мы, да, да, да. Бог главный наблюдатель за выборами. Нет, ну это очень важно по поводу того, что нужно принимать части выборов, потому что я сейчас к вам на эфир ехал, с штаба наблюдателей на чистых прудах стоят там два представителя, агитатор разных кандидатов, и вот они там раздают эти буклеты, и молодежь, проходящая, обернувшись главой, говорит, что все уже решено, как бы, зачем эти выборы нужны. Так вот так многие считают. Да, это распространенная позиция, это распространенная позиция, что все уже решено, от нас ничего не зависит, и вот с этим, вот с этой апатией, с этим неверием нужно, мне кажется, вот всеми силами бороться. Ну вот, кстати, вы показали интересные опросы, разные тоже подходы, точки зрения. Был же опрос Левада-центра буквально несколько недель назад, он показал, где-то там порядка 25% опрошенных в разных регионах верят в чистые выборы. Остальные считают, что это имитация, это административный ресурс, манипуляции и так далее. Ну, где-то там порядка 60%, остальные там не решились. Может быть, нет дым и без огня? Это очень тревожные, действительно, показатели, апатия, население, неверие. Ну, действительно, и в прошлые годы, так сказать, нарушений было много, административный ресурс, это и привело к протестным настроениям, как мы помним, к болотной, сахаровой и прочее. А что привело к протестным настроениям, вы считаете? Нарушения на выборах, применение административного ресурса, там жесткое давление. А на московских выборах или в Подмосковье, как вы думаете, будут применяться административные ресурсы? Ну, я не могу сказать, что по Подмосковью, например, вот есть очень сильный кандидат, у которого, так сказать, хороший рейтинг. С административным ресурсом, в смысле? Нет, ну, просто по силу его, так сказать, деятельности, навыков и так далее. Есть еще другой кандидат? Я не знаю, так сказать, вот зачем его применять, когда, так сказать, люди со своими, так сказать, возможностями и потенциалом, так сказать, опытом работы. Вот по поводу административного ресурса, да, позвольте слегка подискутировать. Вот наблюдатели, они, наблюдательство, да, как системное явление, независимое особенно наблюдательство, оно уже сейчас смещается от контроля непосредственно и только дня голосования самих процедур, к тоже мониторингу и событий предшествующих. Это и агитационная кампания, это и выдвижение кандидатов, там регистрация, не регистрация. Вот сейчас уже, я сейчас занимаюсь Москвой, поэтому, к сожалению, обладаю информацией в основном только о Москве. Очень много поступает информационных сообщений и заявлений в комиссии, насколько нам сообщают наши наблюдатели, о том, что административный ресурс в Москве достаточно сильно используется, причем тенденция в последние, можно сказать, недели усугубляется. А в чем, да, я, кстати, тоже хотела узнать, в чем она. Ну, во-первых, мы, это стандартная, да, и слабо контролируемая вещь, на нее сложно, пожалуйста, да, это диспропорция в информационном освещении, а фактически агитации, деятельности разных кандидатов, да, кандидат поддерживаемой администрации обычно не просто слегка больше, да, на порядок больше имеет... По телевизору показывают, да, во-вторых, ну, телевидение, пресса, в том числе муниципальные, там, городские, финансируемые городские газеты и так далее. Второе, значит, то, что было сделано с теледебатами, да, а у нас регион большой, и фактически средства массовой информации, это самый оптимальный, самый удобный в таких масштабах способ донесения информации кандидате, да, в широком кругу избирателей. Ну, то, что, какой фарс сделали из дебатов, ну, это его право, но то, что остальным кандидатам выделили время, и, как бы, каналы, которые практически рейтингом не обладают, фактически, сведя на нет эффект этот дебат, ну, фактически, это административное давление, таким образом выразившееся. Потом, более приземленные примеры... Ну, я помню, ТВЦ отказались они от представления... Да, финансируемые Москвой. Ну, это такие высокого уровня, значит, нарушения. Но вот ближе к земле, ну, вы знаете, что с агитационными кампаниями кандидат, с некоторыми их формами происходит, да, вот охота за баннерами одного из кандидатов, да, причем какая-то маниакальная охота, что там, несмотря на сопротивление, порядка 20, по-моему, процентов, насколько я слышал, баннеров снимается. Тем или иным способом, причем ни одного случая, где бы были предъявлены какие-то основания, да, для этого, ну, я, по меньшей мере, не слышал от тех людей, которые занимались этим вопросом. Одну секундочку. Вот, и упомяну, просто, чтобы не забыть, да, дальше обсуждаем. Еще более такой формализованный уже пример. Опубликован список мест для агитации в Москве, да, вот эти доски объявлений в районах. Значит, опубликован не вчера. Что они из себя представляют в данный момент? Это либо пустые доски, либо с какой-то, ну, районной информацией, предвыборной информации там нет. В тех районах, где активные сообщества наблюдателей развешивают агитационные материалы, причем собирая их, стараясь от всех кандидатов, ну, в штабы которых они могут прийти и взять их, эти материалы снимаются, значит, в течение, ну, вот, как мне говорят, суток-двое обычно. То есть это тоже некая систематическая работа, вряд ли это случайно происходит, это, очевидно, давление ближе. А вы направляли запросы, вот, если снимают? В территориальной комиссии подано много, значит, заявлений на этот счет. Нет, еще нет. Григорий, что можно делать, что нельзя? Если я на свою машину приклею там какой-то стикер агитационный, могу. Если я вывесила с балкона лозунг «Транспарант», могу? Вы тоже можете вывешивать. Более того, кстати, есть уже, я видел, Сергей Семенович Собянин тоже видел фотографии, вывешивают баннеры там. Вот сегодня, кстати, вот какой-то схожий с агитацией, там, скажем так, его штаба, баннер был снят. А что я не имею права? Так видите, баннер был снят. Ну, смотрите, вы... Потому что, видимо, большое ощущение. Смотрите, во-первых, вот эта продукция агитационная, она должна быть оплачена из средств избирательного фонда. Закон таков, что любая продукция, которая есть на выборах, она должна быть оплачена. Если я написала на листе, я хочу голосовать за такой... Ну, в такой форме вы можете сами это делать. Если вы за свой счет начинаете печатать листовки, начинаете печатать и размножать материалы, то вы этого делать не имеете права. Закон таков, что в Москве у каждого кандидата есть специальный фонд, он ограничен 200 миллионами рублей. Соответственно, если вы хотите помочь кандидату жертвовать сюда деньги, он печатает материалы, вам выдает, вы их распространяете. Должна быть соответствующая надпись, откуда финансируется тираж, адрес. Соответственно, вот эти баннеры, о которых говорил Дмитрий... Это то, с чем столкнулся как раз Алексей Навальный, да? Да, Дмитрий говорил про эти баннеры, которые снимаются с фасадов, не с фасадов домов, а из окон, потому что они вывешиваются из окон людьми. Но эти баннеры, насколько мне известно, кандидатам оплаченные средства избирательного фонда заключен в соответствующий договор на агитацию с этим гражданином, который имеет право собственности либо пользования этой квартирой. То есть, ну, как бы юридически все это там есть. Проблема в том, что это кому-то может не нравиться. И потом ты концов не найдешь. Кто у тебя снял? Придешь там в ТИК, в территориальную комиссию, придешь там в полицию или там к власти, там в управу, они скажут, ну, управу этого не снимало. Ну, кто там залез у вас, там снял, ой-ой-ой, кошмар, кошмар. То есть, здесь очень сложно устанавливать связь и обвинять власть в таких действиях, потому что найти там вот этот гражданин, который на веревке спустился, срезал ножницами этот баннер, он кто вообще? По собственной инициативе он это сделал. Или за углом мы заплатили там тысячу рублей. Нет, иногда предъявляют какие-то постановления у прав префектур, но как бы дальнейшие действия, ну, когда физически человек не может сопротивляться, у него этот баннер снимают, насколько я знаю. Дальше говорят, идите, оспаривайте. Через месяц выборы закончатся. Через месяц вам вернут. Кристина, очень важно еще, знаете, что, понимать, что выборы действительно делаются не только в день голосования. В день голосования они часто шлифуют, там, в частности, в Москве будут шлифовать, на мой взгляд, возможно, второго тура. То есть, вот, если будет второй тур, как бы не будет. А как вы считаете, будет второй тур или нет? Я думаю, что с каждым днем вероятность второго тура, она увеличивается. Если посмотреть, ну, мы можем как с вами судить, да, по результатам соцопросов. То есть, мы же не медиумы с вами, чтобы решить, будет ли не будет. Вот, допустим, сегодня там опубликовал Мельников там опрос свой. У него там одни результаты, что, как бы, вроде бы, по его данным... Но, может быть, кандидаты как раз и немножечко приукрашивают, действительно. Ну, понятно, что каждый штаб кандидатов, он в свою пользу это делает. Поэтому объективные данные, я думаю, что и реальность соцслужбы тоже, как бы, да. Потому что очень часто люди, ну, как вам сказать, обманывают. Они боятся признаться, за кого они голосуют, понимаете, лишний раз там... То есть, вы понимаете, что это сокровенное... Да, вот, кстати, в вопросе девушка сказала, вот, скажу я сейчас у меня там... Да, да, это нечто сокровенное. Поэтому там те же самые exit pool, там тоже им верить иногда, ну, как бы, очень сложно. И здесь очень важно понимать, что если будет вероятность второго тура, на мой взгляд, в день голосования могут быть какие-то нарушения. То есть, попытка, вот, есть там уже примеры, там, как проводят тренинги, там, так сказать, для членов комиссии, там, представители управы, там, там, говорят, там, что, вот, ну, все-все, но чтобы, главное, второго тура не было. То есть, вот, все, но чтобы... Это, как бы, для них очень важно. Потому что второй тур через две недели, это очередной, как бы, стресс для всех, никто не может отдохнуть. Второй турбурт, по-вашему мнению? Я таких установок не слышал, чтобы там кого-то запугивали, так сказать, и так далее. Я просто вот вчера был во Владимире, там были слушания как раз с участием вот кандидатов, там, представителями разных партий, был член Центральной избирательной комиссии. И он обратился вот к председателям ТИКов, так сказать, чтобы никаких там не было, так сказать, приписок, лоббирования, то есть, очень-очень, так сказать, жестко, наоборот, были, так сказать, все предупреждены и, так сказать, сказано об ответственности, в том числе и статьи Уголовного кодекса, так сказать, которые предусматривают жесткий срок за переписывание протоколов и так далее. Вот, ну, лично, что касается Москвы, мне кажется, что будет один тур. Как не дать обмануть себя на выборах? Я напомню, что у нас программа «Лицом к событию», веду ее сегодня я, Кристина Горелик, у меня в гостях сегодня наблюдатели из разных, так сказать, лагерей. Это Григорий Милконьянцев с Ассоциацией «Голос», это Александр Проц, председатель общественного совета «Честный выбор», и Дмитрий Нестеров, член Совета движения наблюдателей «Сонар». Лагерь как-то мрачный прозвучал. Да, поэтому я интонации этот лагерь в кавычки взял на полях, да, заметка. Звоните нам сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12, я надеюсь, что мы еще пару звонков сможем принять. А я все-таки хотела вернуться к одной теме, которая, мне кажется, волнует многих, и судя по опросу, мне показалось, тоже волнует. Вот вы говорили, надо, и задача многих наблюдателей призывать людей идти на выборы, правильно? А дело в том, что ведь многие не идут туда не из-за того, что считают, что предопределено, а кандидатов подходящих нет, и нету графы против всех, чтобы они показали свое мнение, что они не хотят. И если бы эту графу вести, и потому какой будет процент людей, которые не видят подходящего кандидата, в том числе и в мэра Москвы, то... 54 партии участвуют сейчас в выборах, такого не было, никогда масса новых людей появилась, появилась состязательность очень... 54 партии, мне кажется, что, может, было бы количество меньше за счет качества, честно говоря. Нет, но это имеется в сумме по всей стране. По всей стране, нет, конечно, там есть партии-спойлеры, там вот люди действительно в регионах возмущаются, что там есть партии с названиями схожими, там есть какие-то там карликовые с людьми, которые, так сказать, в этих регионах не проживают, вот история скандальная с этой дамой из Курска, которая там скончалась за полгода, так сказать, до выдвижения, она, так сказать, была зарегистрирована в списках, потом вот все, так сказать, ужаснулись и стали ее, так сказать, вычеркивать. То есть, конечно, проблем много, но появились новые люди, новые лица, вот, мне кажется, это хорошо. Говорить про то, что московские выборы... То есть, вы не за введение графы, извините, против всех? Ну, я, так сказать, не против этой графы, но я считаю, что вот говорить о том, что одни и те же фигуры, вот, ну, сейчас это как-то неоправданно. Появились новые лица в регионах. В регионах. А что касается Москвы? Ну, в Москве, так сказать, вот, тоже появились сильные... Одно новое лицо. Оппозиционеры, да, так сказать, от которым помогают. Если брать Москву, то, конечно же, список кандидатов мог быть больше. Потому что это муниципальный фильтр, который был установлен, если не, как я не знаю, назвать, там, добрая воля, подарок, что ли, там, одного из кандидатов, который себе выбирал соперников, это что же, понимаете, выбор соперников, почему не допустили, допустим, Фетисова, допустили там Навального, да, могли собрать одному подписи, не помолили другую. То есть это все говорит о том, что сама система выборов, она устроена не совсем правильно, не честно. Потому что от воли одного из кандидатов зависит того, кто будет участвовать в выборах. А вы разделяете точку зрения, что помогли Навальному для того, чтобы сделать легитимным выбор? Ну, я, вот, моя личная позиция, что, думаю, что эта позиция Сергея Семеновича лично была, что он хотел, чтобы, ну, как бы, он не выглядел каким-то, какой-то марионеткой, что выборы проходят по заранее спонированному сценарию, что, как бы, нету реальных конкурентов, или, в основном, те конкуренты, которые могли бы там поучаствовать, они просто оказались за бортом. Поэтому он выбрал одного из ярких, просто, конкурентов, сказал, что, ну, хорошо, вот, пожалуйста. И я думаю, что, как бы, он переоценил, переоценил собственные ресурсы, собственные силы. И я думаю, что штаб и команда Собянина не ожидала, что Навальный там из своей команды так активно будет вести агитационную кампанию. А Левичев как активно везет? Левичев, ну, в принципе, ну, это, понимаете, все порождает, это все раскручивает. Не, ну, обратите внимание, еще не вечер. Сверхбурная деятельность, которая для меня просто иногда бывает странной, там, эти поиски нехороших квартир, там, вызовы милиции, полиции, в общем, это все для меня. Там, поиски типографии, ну, какая-то вот непонятная, так сказать, и часто неподкрепленная, так сказать, обоснование. Ну, незаконная деятельность, так же, как наблюдатели, нет? Еще не вечер, еще компания, идущаяся в Москве, нет, не только началась, но она, надо понимать, достаточно контролируема властью, поэтому, если какой-то из кандидатов вдруг будет представлять серьезную опасность, у них есть миллион способов и реальных, ну, действующих механизмов этого кандидата снять. А что касается графа против всех? Это не панацея. Риша не ответила мне на вопрос. Это не спасение, ну, это, может, для кого-то какой-то ориентир, но, на самом деле, есть эффективная замена этой графе, то есть, просто человек может прийти, да, и испортить бюллетень, и по количеству, значит, испорченных тоже можно понять протестное голосование, потому что случайно испорченные бюллетени это в пределах 1-2%. Вы понимаете, это можно просто понять, какие протестные настроения. Вот развилки, были выборы интересные в развилке, где практически половина бюллетеней была испорчена. Отменили выборы? Нет, насколько я знаю, не отменили, но там сняли всех кандидатов, кроме административного кандидата и спойлера одного очевидного, там, не работающего какого-то студента, непонятно. Ну, Кристина, ну, вы должны же тоже понимать, что, ну, проголосуют против всех на этих выборах, назначат новые выборы. Опять, ну... Одни и те же лица. Опять они же будут баллотироваться. Проблема в том, что нету сменяемости власти. Вот это основная проблема, потому что показать свой протест, ну, люди на улицу, по-моему, вышли, они уже показали свой протест. Теперь они хотят найти того кандидата, за которого проголосовать. Я считаю, что достаточно в Москве богатый выбор. Можно проголосовать, пока там не сняли там кандидатов, и выбрать, ну, во всяком случае, если кто-то считает, из меньших зол, как бы, из больших зол, меньше и так далее. Ну, в Москве, в своем случае, не так все плохо. Ну, и в Подмосковье тоже, как бы, есть возможность проголосовать. Я вот буду сам голосовать в Подмосковье, так что... Вы в Подмосковье будете голосовать? Да. А в Москве не будете? А вы? Я буду в Москве голосовать... Подкрепительным. По Подмосковью, вы знаете, мне непонятно, вот, например, так сказать, вот там есть кандидат от оппозиции. Вот я просто не вижу его в компании. Вот, честно сказать, почему он не использует этот шанс, хотя он, так сказать, действительно много раньше выступал, так сказать, я обещаю, что я приглашу к себе в студию этого кандидата и спрошу у него, почему он не использует этот шанс. И даже, вот, например, мне было странно, что он сказал, я отказываюсь от дебатов с другими кандидатами и буду только с Воробьевым. А то, что Сергей Сабиев отказывался, вам не странно? Нет, ну, это тоже, так сказать, я считаю, это он сделал зря. Ну, просто вот я говорю именно про такого сильного оппозиционного кандидата, который мог бы, наверное, и показать себя более активно. Ну, не знаю, кстати, вот как раз к вопросу о Сергею Сабянину, он же высказался против снятия кандидатуры Навального, да? Что вы улыбаетесь? Я улыбаюсь потому, что мы все время возвращаемся к одному человеку и говорим, что вот он против, значит, его не снимут. При том, что он не принимает таких решений и не в его воле, например, чтобы установлены были, допустим, комплексы обработки избирательных блютений на московских участках, КАИБы, да? Вот он говорит, надо, чтобы были установлены КАИБы. Их все разбились в лепешку, тысяча, там, 35 штук участков будет оснащено КАИБами. Да, к сожалению, но ведь действует. Потом Сабянин говорит, что он против снятия и не снимает. Да, он говорит, что нужно установить веб-камеры, находятся деньги, и веб-камеры устанавливаются. Вас не устраивает такое положение, естественно? Я считаю, что это хорошо, что, во всяком случае, какие-то позитивные вот эти изменения есть, но просто они исходят не из того, как бы, цены, не оттуда. То есть это должна принимать решение Московская городская избирательная комиссия, понимаете? То есть без вмешательства одного из кандидатов. И вот эта история, когда один из кандидатов, не уйдя в отпуск, по сути, как бы, законом разрешено, занимается информированием, СМИ занимается информированием о его профессиональной деятельности, что он там рассказывает о том, как он, значит, там ведется дела. Ну, такая же была и президентская кампания, вспомните. Да, да. То же самое. Но это все людьми, как бы, воспринимается, как все равно агитация, как и страна. И отказывать в дебатах, и... Это шабло. Но все равно Московская кампания, она уникальна. Она уникальна. Ну, вот, опять же говорю, вот эти декларации о честных выборах, изначально, я честно верю, что они сами думали, что они вот все вот настолько открытое, вывернут все это наизнанку, покажут, что они победят вот легко. И я думаю, что вот с каждым днем вот эти планы у них немного сбиваются. И вот, как бы, вот эта пробуксовка, вот опять с этими вскрываниями квартир с агитацией, вот это все, это показывает... Но интерес, это мы посмотрим, да, что будет 8 сентября. Ну, это же, понимаете, это же тоже хорошо. Это интерес подогревается избирателей к выборам, потому что вот специально сделали эти выборы на 2 воскресенья сентября, и в этом году это попалось на 8 число, потому что воскресенье 1, это 1 сентября. Вот, и получается так, что большинство людей... Вот у нас сейчас проблема с недобором наблюдателей. Нам нужно в Москву 10 тысяч человек, 10 тысяч человек, не меньше независимых. А сколько у вас? У нас порядка 3 тысяч человек. Это вот, я говорю, в альянсе, как бы вот всех, кто собирает людей. То есть у вас раза в 3 не хватает, да, наблюдателей? Опять же еще не вечер, люди с отпусков только начинают возвращаться. Да, но я к тому, чтобы люди не думали, что тут, значит, все закрыто наблюдателями, что тут все уже хорошо, все прекрасно. Обучать порой некого. То есть в зале 40 человек. Хотя сейчас должно быть в зале там 100 человек. Так вы кричать об этом должны? Мы кричим, вот через вас вот это кричим, что если люди видят в себе силы обратиться к контролю на выборах, помочь нам всем, пусть записываются в наблюдателей. Главное, чтобы еще избирателю было местечко на участке, чтобы он протиснулся сквозь наблюдателей кандидатов независимых. У вас, как с наблюдателями обстоят дела? Ну, по Москве где-то, я думаю, у нас будет порядка 500 наблюдателей. Вот это, так сказать, немного, но вот, учитывая, что будут и журналисты, и наблюдатели от партии, и веб-наблюдения и так далее. Вот, поэтому иногда мы просто забываем о самом бедном избирателе, к которому тоже надо подойти к столу. Ну, я ни разу, честно говоря, не видел каких-то случаев, проблем, что слишком много наблюдателей, их сейчас отгораживают в отдельный угол. У нас были сообщения на президентских, на думских выборах, когда вот люди говорили, что наблюдатели там устраивают, допустим, какое-то там разбирательство с членами комиссии, члены комиссии отвлекаются, мы не можем подойти, там взять бюллетень и так далее. Может, они специально говорили, чтобы наблюдателей убили? Наблюдателей действительно будет много, а есть такая техника со стороны администрации, да, как накачка, значит, участков наблюдателями, причем иногда весьма агрессивными, с чем мы столкнулись, значит, в Узловой, уже упоминавшейся, где в том числе и общественная палата, не помню какого уровня, наверное, тульского регионального уровня засветилась, но от нее там были какие-то шикарные казаки в портупеях, бог с ними, но кроме них были согнаны, значит, молодые ребята, и вот у меня на участках были ребята из Мгера, Тульского, да, выборовозловой, город Тул, то есть связины по 3-4 человека в среднем было на участке, которые вели себя очень агрессивно и причем во взаимодействии с теми членами комиссии, которые занимались фальсификациями, да. Надеюсь, что в Москве такого не будет, но вот упоминавшиеся общественные палаты, вот там, где они участвовали в наблюдении, к сожалению, оставили себе след негативный. Где это еще было? На выборах в Анапе, мэра в Анапе. Да, вот тоже, и там уже непосредственно наблюдатели, опять же, были какие-то казаки разряженные, вот там уже они, но это зафиксировано. Это, наверное, что-то, вы имеете в виду региональное палата? Возможно. Региональное отделение? Я вообще не знаю. Вы не отвечаете за региональную палату, за казак? В чудном городе Чудово в Новгородской области тоже был ужас. Представляете, что я вот хочу очень важные вещи сказать по поводу наблюдения за выборами. Так как вот в Москве на почти всех избирательных участков будут вставлены веб-камеры, любой гражданин России, вообще любой пользователь интернета сможет зайти и зарегистрироваться заранее, там должен писать за работу 30 августа и через интернет из своего любого региона с чашечкой кофе наблюдать за голосованием, за тем, как проходят выборы. Как вот я сказал, на сайте cvq.org есть инструкция, как это сделать, и у меня просьба к зрителям, если им скучно будет 8 сентября заранее. И они, кто-то не идет вдруг на выборы, несмотря на все призывы общественных наблюдателей, приходите, сидите с чашечкой кофе около интернета. Как не дать обмануть себя на выборах? Была программа «Лицом к событию». Я напомню, что у меня в эфире были общественные наблюдатели. Григорий Милоконянц из ассоциации «Голос», Александр Бруц, председатель общественного совета «Честные выборы», Дмитрий Нестеров, член Совета движения «Наблюдатели» и «Сонар». Вела передачу Кристины Горелик. Всего вам доброго.